Сегодняшнее видео начнется с этого момента. Сейчас я зайду кое-куда, а выйду уже немножечко другим человеком. Что вообще происходит, почему так получилось, вы узнаете в этом видео. Ну а также сегодня еще несколько ответов на вопросы, интересные новости. Ну и как вы уже могли понять по названию видео, само видео, в чем же его суть. В общем, я пошла, увидимся немножечко позже. Да, я обкромсала себе волосы и вдобавок их еще немножечко покрасила. Не спрашивайте, почему так вышло, я не знаю. Я это решила только вчера. Вчера у нас было 25 мая, сегодня 26 мая. Поэтому вот так вот просто по щелчку пальцев совершаются необдуманные поступки. Хотя почему необдуманные? Мне все нравится, все супер, и я давно хотела убрать эту тяжесть. Кто носит короткую стрижку, наверное, меня сейчас поймут. А особенно те, кто раньше носили длинные волосы, а потом отрезали. Это реально кайф. Честно говоря, мне просто не хватало каких-то эмоций. И я такая, ну самые крутые эмоции можно получить, поменяв внешность. Ну ладно, не внешность, но хотя бы имидж. Вот, что скажете. Снимаю я это видео уже в новой квартире, в которую мы переехали чуть меньше недели назад. И получается вот такая вот новая история. Кстати, плюсы короткой стрижки. Волосы не задевают микрофоны, и это очень круто. Пока что я еще не очень обосновалась в новой квартире. Не придумала места, где снимать, как снимать. Поэтому просто пока посижу на полу. Как бы, почему нет? Так вот. У меня есть телеграм-канал. Кто еще не подписан, добро пожаловать. И там часто я с ребятами общаюсь, отвечаю в комментариях. И в целом узнаю, что же они хотят сейчас видеть. И мы вместе, по сути, придумываем идеи для роликов. И получилось так, что очень многим интересно стало мое питание. А оно сейчас очень непростое. И я решила просто записать видео, немножечко поделиться о том, почему я сейчас ем так, что произошло, и что будет дальше. Все началось с того, что в телеграм я написала, что я хочу окрошку, но мне ее нельзя. И посыпались вопросы, блин, почему нельзя? Как бы, это же просто окрошка. Суть моего питания сейчас такова. Мне нельзя сахар, молочку и глютен. А глютен — это все хлебобулочное. Хлеб, выпечка, пирожки, блинчики и все то, что я так сильно люблю. Многим я уже успела ответить, что это из-за диеты. Но мне начали писать, мол, ты и так худая, какая тебе диета. Но диеты бывают не только из-за похудания или набора веса, наоборот. У меня есть определенная болезнь, от которой можно избавиться питанием. Ну, без лекарств, без чего-либо. Просто есть вот так. Она проявляется так, что мне не хочется делать абсолютно ничего. У меня лень, апатия, нет настроения. Сейчас у меня идет экспериментальный месяц, после которого я сдаю анализы и смотрю, улучшилось ли что-то или нет. И если ничего не улучшилось, то, скорее всего, надо продолжать дальше. А если улучшилось, то тем более надо продолжать дальше. Значит, эта схема работает. В общем, как-то так. И сегодня впервые в жизни на моем канале, хотя я так говорю, как будто у меня там уже 100-500 роликов, и я такая, в первый раз в жизни. В общем, мы сегодня с вами будем готовить десерт, который можно мне, в котором нет всех тех запрещенных ингредиентов, но зато эта выпечка, это вкусно, наверное, потому что я ни разу не готовила это. Надеюсь, будет вкусно, и для вас будет рецепт. Не знаю, может быть, вы захотите тоже попробовать это. Но для начала... Но для начала нужно отправиться в магазин. Спасибо, сигналка. Но для начала нам нужно отправ... Ладно, запишу в машине. Но для начала нам нужно отправиться в магазин. Точнее, я уже туда отправилась, уже сходила, я купила кокосовую муку и кокосовое масло для нашей будущей выпечки. Но осталось купить еще пару ингредиентов. Это банан и кабачок. Да, кабачок, я не шучу. Надеюсь, вы не будете обращать внимание на мой торчащий микрофон, потому что он у меня проводной, но ничего страшного, главное, что меня хорошо слышно. Сегодня мы будем с вами готовить шоколадный брауни, но не такой, который обычно продается или где-то можно купить из обычной муки, а волшебный. Смотрите, в организме моем живут животные, какие-то плохие животные, и они питаются той едой, которую я раньше ела. А именно, это молоко, глютен и сахар. Они просто кайфуют от того, что я это ем каждый день. Продукты их жизнедеятельности... Какашки. ...и делают мне хуже. Кстати, нам нужно два яичка. Поэтому план очень простой. Избавиться от этих продуктов. И те животные, которые живут внутри меня, ну, типа всякие бактерии, вирусы и прочая вот эта вот шляпа, они такие... А где? И умрут. Поэтому я и буду делать сегодня шоколадный брауни из кабачка. Для начала возьмем большую мисочку и рецептик на бумажке. У меня тут написано 100 грамм муки. У меня кокосовая. Одна четвертая стакана масла кокосового в жидком виде. Вроде жидкое. Один бан. Кому-то надо один бан дать. А! Банан. Одна четвертая стакана какао. Сода. Одна вторая чайная ложка. Ну и кабачок. Не могу масла открыть. А-а-а! Туда сразу яички добавим. Добавим какао. Есть подозрение, что это получается козьей какашки, а не тесто. Что-то не так. Ладно, добавим соду. Банан. Масса получилась достаточно сухой и вообще ни разу не похожая на тесто. Также я решила добавлять не весь кабачок, а только вот такую маленькую часть, потому что я пока не очень понимаю, что должно из этого получиться. И мой вам совет. Ищите рецепты с видео или хотя бы с супер подробным описанием, а не такое то, что просто список продуктов и то, что их нужно все смешать. Что-то как-то я не знаю. В общем, попробуем сейчас это все взбить вместе с баклажаном, с кабачком. В общем, ребят, есть нюансы. Рецепт нужно усовершенствовать. Ну и как бы вот такой срач у меня остался на столе, на кухне. Ладно, я же еще не знаю, что получится, когда мы вот это приготовим в печке. Все это безобразие я погрузила в силиконовую форму, пергамент постелила. У меня осталось еще немножечко фундука. Я думаю, что это скрасит одиночество этого типа брауни. Хотя я уже сомневаюсь, что тут брауни получится. Но как бы пусть будет. Пока не до брауни готовится, расскажу примерно, как я вообще себя ощущаю спустя 26 дней такой еды. Честно сказать, особо пока разницы не вижу. Но мне кажется, что просто прошло еще мало времени, и нужно попитаться так хотя бы полгода. Потому что все эти вирусы жили во мне, наверное, может быть, всю жизнь или точно больше, чем месяц. Поэтому просто так за месяц такого питания, ну, мне тупо от них не избавиться. В целом, по идее, я стараюсь заменять просто все. То, что я обычно ела, искать какие-то альтернативы. Например, те же макароны. Обычные макароны сделаны из пшеничной муки, которую мне нельзя. Я просто ищу макароны из другой муки, где нет глютена. Гречневые, кукурузные, амарантовые. Конечно, это все дороже. Обычные макарошки стоят рублей 30, а те, которые мне можно есть, 130. По сути, за эти 26 дней я ни разу не ела никакого десерта, выпечки, еще что-то. И вот я нашла рецепт. Мы ждем, пока он приготовится. И если это будет вкусно, я буду готовить это дальше. Без сладкого человеку тоже очень сложно. Поэтому я стараюсь заменять это фруктами, ягодами, где есть глюкоза, чтобы я совсем уж не расстраивалась. Потому что без сладкого наш организм тоже страдает. Ну как без сладкого, без глюкозы. Ой, как это все сложно, короче. Нудно, неинтересно, но зато теперь вы знаете. Кстати, вот тут должен быть скоро телевизор. Ну, неважно. Мне интересно, есть ли кто-нибудь среди моих подписчиков, кто питается так же. Может быть, кто-то не ест только молочку или только глютен. Расскажите, как вы вообще себя чувствуете, что вы едите. И, может быть, вы поделитесь какими-то своими рецептами. Ну, а брауни наш, кажется, уже почти готов. Я пойду его проверять. Ну и будем тестировать. Ну, а для тех, кто смотрит видео до конца. Для вас бонус. Я знаю то, что мы набрали 100 тысяч лайков под первым видео. Где я обещала записать игру, если мы соберем это количество. Поэтому через неделю будет видео с игрой. А с какой, узнаешь через неделю. Все, пока. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...